МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его мы отмечаем всего 10 лет – Дню Народного Единства, который в этом году в Самаре прошел с космическим, в буквальном смысле, размахом. Сначала собравшихся на набережной горожан, а их было почти 20 тысяч, с земной орбиты поздравили космонавты-земляки. А под конец праздника и сама природа, явив миру радугу. Впрочем, пока я не рассказала все сама, передаю слово Валерии Макаровой. Защитный шлем, два парашюта и автомат Калашникова – молодой десантник в бою готов. У самарцев на Дне Народного Единства глаза разбегаются, куда бы пойти в первую очередь. На набережной десятки площадок – военные, спортивные, творческие. Тут даже выставка ездовых собак – хаски, маламуты, лайки. Чтобы сфотографироваться, люди выстраиваются в очередь. А рядом на футбольном поле сражаются за символичный Кубок Единства. Это команды правительства Самарской области и Дома дружбы народов. Именно последние достались медали победителей. И все это поднародные песни, звуки которых разносятся по всей набережной. В этот праздник песня тоже объединяет людей. И мы рады принести эту песню в нашу Россию. Гостем праздника стал губернатор Николай Меркушкин. Вместе с горожанами он принимал поздравления с борта МКС от самарских космонавтов. 4 ноября мы вместе со всеми гражданами России отмечаем большой праздник – День Народного Единства. Это один из самых молодых праздничных дней в календаре. Но трудно переоценить его значение. Это не только исторические даты, это силу общего единения. В День Народного Единства каждый мог оставить пожелания всей стране на специальной карте. Валентина Алексеева России пожелала мудрости. Это, говорит, самое важное. Я очень радуюсь сегодняшнему празднику. Хочу очень самолеты увидеть. Мне сказали, сегодня праздник будет. Я сама мечтала. Стала врачом, а мечтала быть летчицей. Зрители, которые так ждали, авиашоу даже внезапный дождь не испугал, как и профессиональных пилотов. В небе вертолет Ми-8. Он совершает боевые развороты, зависания. И все это на минимально возможных высотах. Пилотажная группа выступает на вертолетах Ми-2. За ними со скоростью 150 км в час проносится легендарный самолет времен Второй мировой – По-2. И последний аккорд этого праздника, который запомнится многим – Радуга над Волгой. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Самые красивые девушки живут в Самаре. Хоть и банально, но ведь правда. Может быть, именно поэтому здесь скоро будут изготавливать и лучших друзей девушек – бриллианты. Ученые Госуниверситета на пороге нового открытия. Они уверяют, камни будут в несколько раз ярче природных. Правда, пока они существуют только в теории. Чтобы вдохновить ученых на практические свершения, к ним отправилась Лариса Шалафаст. Ярче, чем алмаз. Самарские ученые ищут то, чего в природе еще нет. Новое соединение углерода по своим характеристикам должно превзойти драгоценный камень. Наши физики предсказали по крайней мере шесть таких веществ, которые, правда, к сожалению, немножко уступают по твердости алмазу. Зато, например, превосходят его по прозрачности. То есть, в принципе, вот как теория предсказывает, такого рода кристаллы должны блестеть ярче, чем алмаз. Не только алмазами заняты головы самарских исследователей. Есть среди разработок и более востребованные в повседневной жизни материалы. Например, новые соединения, которые помогут модифицировать батарейки. Роман Еремин трудится над проектом не первый месяц. Из сотен вариантов ищет тот единственный, который поможет продлить жизнь батарейкам. Но если удастся разработать, найти какой-то новый электролит, именно, то есть твердотельный электролит, думаю, что характеристики главным образом и процедура приготовления, изготовления этих батареек поменяются. Циклируемость батареек можно ожидать, что поднимется, если использовать какие-то другие соединения. Безопасность. Самарские исследователи не гонятся за секретами западных коллег. Считают, что надо создавать свои ноу-хау, чтобы другие страны тянулись за отечественными учеными. Тем более, что возможности для этого есть. На вооружении у самарских ученых самое современное оборудование. Этот суперкомпьютер выполняет 20 триллионов операций в секунду. Для сравнения, обычный компьютер в тысячу раз медленнее. Научный центр существует два года. За это время ученые сделали десятки предсказаний по созданию новых материалов. Все свои прогнозы самарские ученые размещают в специальной электронной базе. Любой исследователь может воспользоваться ими и попытаться создать новый материал. Каждый из таких открытий может стать настоящим прорывом в науке. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. В искусстве тоже прорыв. Оно уже давно не для избранных, а для каждого. Причем в режиме нон-стоп. Самара во второй раз присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств». Музеи и театры распахнули двери для горожан, которые после рабочего дня нашли силы на настоящий творческий марафон. Кинопоказы, фаер-шоу, мастер-классы. Каждый музей старался удивить. В мир Сальвадора Дали погрузились посетители художественного. Понять тонкий мир мастера помогли знаменитые усы. Как Дали трактовал Библию и как его самого воспринимает новое поколение. Репортаж о прекрасном от Марины Кравцовой. В каждой из этих литографий читается стиль Сальвадора Дали. Свобода мыслей, фантазия, мистика, сюрреализм. Попытка заглянуть в подсознание. При этом работы мастера – иллюстрации к Библии. Первоначально это была смешанная техника. Гуаши, акварель, пастель, карандаш. Позже переведенная в литографии. Особый способ печати, при котором краска переносится с камня на бумагу. Для каждого цвета свой камень. Чтобы создать некоторые из этих литографий, приходилось делать по 50 оттисков. Самый масштабный графический проект Дали гостит в Самарском областном художественном музее. Одно дело смотреть, допустим, в интернете какие-то картины, и понимать, что был такой художник Дали, который делал такие шедевры. Другое дело, когда ты как бы соприкасаешься с искусством. То есть ты приходишь сюда и видишь это воочию. Совершенно такие впечатления. Вообще очень оригинально, мне кажется, все так устроено. Уникальный проект «Ночь искусств» дал возможность окунуться в мир Дали. Атмосферу создали слайд-шоу, костюмированное сюрпредставление и даже интерактивная игра, где посетители демонстрировали таланты и могли блеснуть знаниями. Есть зал на первом этаже, где идет игра-квест. Тоже задаются вопросы, связанные с темой творчества Дали, с его жизнью и с какими-то такими ситуациями, которые вокруг Дали происходили. Свободного пространства в этот день в самарских музеях практически не осталось. «Ночь искусств» правит бал по всей России. Для самарцев, у которых тяга к прекрасному пересиливает сон, на осыщенную программу подготовили пять музеев и галерея. Помимо экспозиции, там проходят концерты, перформансы, театральные постановки и световые шоу. Такие проекты, как «Новое дыхание в культурной жизни» практика показала, в вечерней выставке привлекают молодое поколение. Интерес к классике растет. «После ночи музеев и ночи искусств, соответственно, возрастает посещаемость наших театров и музеев. Это очень хорошо, потому что мы привлекаем людей туда, где они могут прикоснуться к прекрасному и как-то, может быть, через это изменить самих себя тоже. Пробуждается интерес, пробуждается желание получать эстетическое удовольствие, узнавать что-то новое». Под звездным небом двери в магический мир искусств распахнули и театры с библиотеками. Как уверяют молодые самарцы, побывать везде целой ночи мало. Продолжить экскурсию обещали в светлое время суток. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Плох тот любитель прекрасного, который не готов ради искусства преодолеть трудности и расстояние. И, к примеру, отправиться в Париж только ради того, чтобы оказаться во власти взгляда Моны Лизы. Хотя и Самара вполне способна утолить творческий голод. В художественном музее хранятся портреты, которые могут поконкурировать со знаменитой картиной «Довинчи». Марианна Мирная пыталась проникнуть в их тайну. Кисть неизвестного художника – работа середины 18 века. В художественном музее загадочная картина оказалась в 1981-м. Во время ремонта в Театре оперы и балета в Котельной было обнаружено ветхое полотно. После многочисленных экспертиз и реставраций удалось выяснить. Это портрет Бенигны Бирен, жены герцога Бирена, близкого друга, герцогини Курлянской Анны Иоанновны. И особенно на гравюрах уже в старшем возрасте, одна из гравюр оказалась удивительно похожей. Ее можно просто узнать. Так вот получилось, что это все-таки Бенигна. Таинственным образом она стала Бенигной. В зале 18 века портрет Бенигмы Бирен висит именно в этом месте, чтобы каждый посетитель выставки из любой точки помещения смог на себе ощутить, что буравящий взгляд герцогини смотрит прямо тебе в глаза. Работники художественного музея говорят, не обязательно ехать в Лувр, чтобы увидеть загадочную Джоконду. В Самаре есть свои монолизы, причем даже три. Один из лучших портретов Ирины Кустодьевой завораживает всех посетителей музея. Девочка Ирочка, да, это портрет дочери Бориса Михайловича Кустодьева. Визитная карточка нашего музея, одна из любимейших картин посетителей и сотрудников. Девочка Ирочка, которую мы крайне редко стараемся куда-то отдавать, нам очень жаль ее. Еще одна загадочная дама, чей пристальный взгляд неустанно следит за посетителями музея, великая княгиня Ольга Николаевна. Сохранился лишь этот этюд Карла Брилова. Художник должен был писать коллективный портрет всей царской семьи. Но в итоге отказался из-за ссоры с государем. Три разных столетия, три судьбы, их как минимум три повода прийти в художественный музей и убедиться, что женская улыбка способна творить чудеса. Мариана Мирная, Алексей Золотенков, События. Женская улыбка не только чудеса творить способна, но и вдохновлять на творческие свершения. Жители железнодорожного района Самары уверены, именно любой вдохновила тайного художника на появление картин на стенах их домов. Что это, современное искусство или же граффити, которое вне закона, выяснила Марианна Мирная. В такую унылую дождливую погоду жильцам домов на улице Мариса Тереза живется немножко ярче и светлее, потому что по пути на работу их встречают вот такие романтические картины. Девушки на них прекрасны, а цветы не вянут и не мерзнут. Если нельзя, но очень хочется, то можно, видимо, так и рассуждали авторы этих рисунков, когда расписывали стены дома. Их имен никто не знает, а вот легенда, связанная с рисунками, уже появилась. Как рассказывают местные жители, влюбленный самарец заказал эти картины у художника, чтобы сделать сюрприз девушке. Тот трудился под покровом ночи. А вот и сама героиня любовной истории. Местные жители идею оценили. Это очень красиво, мне кажется, когда на это смотришь, как-то, ну не знаю, мир добрее, что ли, мы как-то становимся. Даже взять то же самое, что на Московском шоссе разрисовали ко Дню Победы, огромное вот это вот. Я думаю, что больше все-таки украшения на самом деле, потому что приятно глазу, интересно, даже интересно, кто это сделал. С одной стороны, фасады стареньких пятиэтажек на Мариса Тереза только заиграли новыми красками. С другой, граффити на стенах домов, пусть даже талантливо сделанные, вне закона. Теперь, чтобы их сохранить, жильцы домов на общем собрании и в обязательном порядке должны согласовать рисунки с Департаментом строительства и архитектуры. Они теперь должны согласовать этот рисунок, если он действительно хороший, соответствует, ничего плохого там нет. Это Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, либо в каждом сейчас районе есть управление архитектурой. Надо начинать оттуда. Если жители не узаконят рисунки, управляющая компания должна будет их закрасить. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. Яркие краски, причудливые орнаменты и звон монет. Привычная в прошлом национальная одежда Чувашии, сегодня уже памятник культуры. Подлинные исторические наряды можно встретить в основном в музеях. В Самаре отметили Чувашский осенний праздник урожая. Гостей было много, в том числе и из других регионов. К народному творчеству приобщилась и Марина Кравцова. Бисер, бусины, ракушки – не просто украшения. Они служили еще и оберегами для чувашских женщин. Головные уборы в старину украшали серебром. Воссоздать традиционный костюм по всем правилам решилась артистка из Чувашии. Три года Надежда Григорьева собирала серебряные монеты. Что-то покупала, что-то находила в деревнях, дарили знакомые. Семь с половиной килограммов и три века красоты. Теперь надевает на каждый концерт. Самая старая монета у меня впереди Анна и Анна. А тут идут Николаевские, а там наверху у меня Екатериновские. Вот этот первый ряд весь. Есть и советские времена. До 1924 года там были серебряные монеты. Творческие коллективы из самых разных уголков Самарской губернии, Чувашии, Ульяновской, Пензенской областей уже пятый год собираются в Самаре на фестивале искусств, посвященном национальному празднику Чуклеме. Праздничный стол украшают плодами, собранными собственного огорода. В древности в Чуклеме очень ждали, потому что до момента освещения нового урожая. Есть все это богатство было не принято. Звучит гимн земледельцев. И на сцене разворачивается древний обряд. Разные поколения, разные семьи по чашке муки и воды приносят, чтобы испечь один общий хлеб. В фойе гостей угощают главным блюдом праздника – огромным пирогом хуплу, которого хватало на всех. Верхний слой – символ неба – отдавали самым почетным гостям. Средний съедали хозяева дома. А ребятишки, конечно, ждали тоже. Им нужно самое вкусное, а самое вкусное – на дне. Потому что там первым слоем на тесто сыпалось пшено, потом картошка, большие куски мяса. И весь этот вкус пшено на себя набирало. И там такая была вкуснятина. Возрождение древних традиций, чтобы новое поколение не забывало о корнях, помнили национальный язык, обычаи и нравы предков. Кто от земли не ешь, где в земле кузовам. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Пока мы пытаемся отыскать в осени приятные моменты, животные, которым осенняя хандра незнакома, полным ходом готовятся к зиме. Хорошо им, чтобы поменять шубу, денег не надо. Как будут зимовать пернатые, усатые и хвостатые, узнала Марина Матвейшина. Это не замедленная съемка. Просто сурок перешел на энергосберегающий режим. Двигается медленно, засыпает на ходу. А выманить из норки его могут только любимые лакомства. Но совсем скоро зверек уснет до самой весны сладким беспробудным сном. Барсук уже спит в своей норке. А вот медведь в самарском зоопарке зимнюю спячку игнорирует. Он сутки, двое может проспать, но все равно потом встает. Он знает, что еда у него есть, то есть ему можно и не спать. Но жир он себе откладывает все равно. То есть зиме он становится более большой. В основном звери готовятся к зиме сами. Запасают жир, меняют летнюю шубу на зимнюю, теплую и пушистую. Но некоторые холода не переносят. Их домики утепляют. Либо с улицы переселяют в помещение. Больше всего зимой повезет льву. Его домик можно назвать практически элитным жильем. Он самый утепленный из всех, что находится в зоопарке. Туда уже постелили опилки и повесили согревающую лампу. Температура в домике нагревается даже в мороз. До 20-25 градусов тепла. В зоопарке рассказали ребятам, как местные звери готовятся к зимовке. Медведь, он ложится спать в берлогах, когда зима наступает. А зайчики, они меняют шубу и белки тоже. Ёжик всегда носит яблоки, всю норку. Лиса орешки запасает. Также в зоопарке проходит осенний бал маскарад, где школьники хвастаются и своими знаниями о живой природе, и фантазийными костюмами. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События. Это животным комфортно на улице в любую погоду. А люди с наступлением холодов предпочитают больше времени проводить дома, в тепле. Психологи рекомендуют спасаться от осенней депрессии просмотром добрых фильмов. Короткометражные фильмы о семейных ценностях снимают в Самаре. Молодой питерский режиссер Егор Чичканов, кстати, самарец по происхождению, уже успел заявить о себе в Каннах. А теперь приехал на родину, чтобы снимать кино в экспериментальном жанре. На съемочной площадке побывала Марианна Мирная. Кадр 47-48, дубль 1. Работает. Ну хорошо же, что разменяли. Хорошо? Конечно хорошо, я и не спорю. А не свекли на эти деньги, ему вторую машину купили. Ну и мы вторую купили. Стоп. Огонь и чума. Если на съемочной площадке из уст режиссера звучат эти слова, значит, сцена удалась. Актер театра «Самарт» Дмитрий Добряков. Добрая традиция для всех приезжих киношников. Снялся уже в десятке фильмов, эпизоды которых снимались в Самаре. Актер говорит, большая разница. В театре второго дубля не бывает. А здесь от многочисленных повторений, как назло, текст вылетает из головы. Где-то вот сейчас к шестому дублю и начало все вылетать. Потому что кругом все ползают, ходят, кто-то держит что-то, свет направляет. В общем, много отвлекающих, конечно, маневров, но приходится собернуть. Ну, работа такая. Съемки короткометражного фильма «Все остальные вещи» проходят в многокомнатной квартире на Тихвинской. Жанр определен как драмеди – смесь комедий и драмы. Одну из главных ролей играет заслуженный артист России Владимир Гальченко. Интервью дает не отходя от кассы, точнее, во время грима. Это артист, профессия такая, склонная к авантюре. Я люблю авантюры, я люблю неизведанные. Я не могу сказать, что я не схожу с киноплощадки, то есть я на нее редко захожу. Вот так будет точнее. Поэтому такой жизненный опыт, тоже связанный с моей профессией, только с другой ее частью, всегда, конечно, интересен. Сценарий написал сам режиссер Егор Чичканов. Молодой человек, родом из Самары. Закончил факультет режиссуры в Северной столице. Приехал снимать в родные пенаты историю о провинциальной интеллигентной семье, которая переезжает из огромной квартиры. Но тут бабушка по непонятной причине берет и запирается в своей комнате. Просто закрывается на ключ и говорит, я никуда не поеду. И все вначале, ну да-да, очень смешно. А она на полном серьезе. Она действительно заперлась и никуда не собирается уезжать. И потихонечку эта маленькая нелепая ситуация, довольно комичная, превращается в ком кучу проблем, которые существовали у этой семьи всегда. В прошлом году фильм Егора Чичканова видели все, кто приехал на Каннский фестиваль. Картину показали на внеконкурсной программе. Режиссер надеется, что маленькая история большой семьи тоже будет участвовать во многих кинофестах. Премьера короткометражного фильма состоится в следующем году. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Я желаю вам в эти выходные хорошенько отдохнуть, чтобы потом отлично поработать. И уже через неделю в это же время смотрите снова субботние новости. Надеюсь, они будут добрыми. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова